Итак, здесь сейчас у нас линяет тигровый бетон альбинос. Как вы знаете, линка для змеи это очень важный процесс. Во время этого процесса обновляются клетки кожи, проходят различные ранения, некоторые заболевания кожи, такие как остатки после грибковых заболеваний и так далее. Во время линьки змеи очень важно соблюдать некоторые правила. Например, влажность. Очень важно соблюдать влажность в террариуме, так как это очень сильно влияет на качество линьки. Если влажность будет недостаточная, то выползок присохнет кожей и может вызвать огромное количество проблем. Если влажность на уровне, то змея линяет ровным красивым чулком, который можно выправить, и он будет цельным от кончика хвоста, до линькс на глазах. Во время линьки бывают различные проблемы. Например, если кожа присыхает, то ее потом очень сложно отделить. Она становится кусочками. Весь террариум, как правило, в маленьких кусочках кожи, он не оттирается ни от стенок, ни от самой змеи. Потом приходится долго отмачивать, и это тоже не всегда помогает. И в итоге это тоже может вызвать разные заболевания кожи. Например, у моего коллеги был один такой интересный случай. После очень жесткой передозировки витамина А змея начала линять каждую неделю. Буквально каждую неделю у нее был новый выползок. И в один момент произошла очень интересная, но и в то же время очень опасная вещь. Змея начала линять двумя выползками. Реально, там на самой змеи было целых два выползка. Прямо было очень хорошо видно. И вот на вот этой фотографии вы видите, как это бывает. Если вы видите, что у вашего питомца явные проблемы с линькой, то стоит прибегнуть к некоторым хитростям. Ну, конечно, сильно хитрыми эти манипуляции не назовешь, но, тем не менее, они могут быть крайне полезны. Как только змея приобретает молочный цвет, и у нее начинают линзы мутнеть, это значит, что до линьки осталось определенное количество времени. Если змея приобретает снова нормальный цвет, не удивляйтесь, это означает, что змея вот-вот полиняет. У нее становятся снова прозрачные линзы, и практически не видно, что кожа у нее мутная. В этот момент стоит змею накрыть какой-нибудь салфеткой или газетой осторожно, и полить ее теплой водой. Таким образом, это создаст дополнительный влажный слой, позволит коже очень хорошо сойти со змеи. И, вероятнее всего, у вас будет намного меньше проблем с линькой. Вот сейчас вы, например, видите некоторую проблему. Вот в этом участке у змеи не сошла кожа. Ничего страшного, мы потом ее отмочим в теплой воде и дополнительно удалим. Но это уже не очень хорошо, и означает, что влажность в последние пару дней в садке была недостаточной. Мы этот момент учтем, и, конечно же, исправим. Ну и, знаете, если у вашей змеи проблемы с линькой, то, в первую очередь, конечно, стоит пересмотреть рацион и условия содержания. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. С вами был Крок Хрониклз. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok